Привет, ребята! В рамках гастрономического проекта GastroBand мы создали прекрасные дегустации wine online. Мы встречаемся, пробуем вино и обсуждаем его в приятной компании. Сегодня у нас вино Нерехи, но давайте скорее перейдем к делу. Ну, давайте, друзья, мы начнем с вина Приорат, у кого оно есть. Вино может быть немного закрытым в аромате. Почему это происходит? Это происходит потому, что Приорат — очень маленький регион, и у них не хватает мощностей, точнее, места банально, чтобы вина нужное количество времени выдержать в бочках и потом еще дать им дозреть в бутылках. У них просто нет места. И они как бы вина продают не совсем еще немножко дозревшими, может быть. Этим винам нужно либо дать полежать несколько лет, либо желательно дать им подышать чуть больше, чем другим винам. За этим мы их декантируем. Итак, друзья, Приорат. Провинция Каталония, юг провинции Каталония, город Тарагона. Чуть дальше от него начинается регион Приорат. Очень маленький. Очень маленький, 1800 гектаров всего лишь. Ну, на самом деле, я вот думала, с чем сравнить. Если кто был в Нью-Йорке вдруг, то это примерно в два раза больше, чем площадь центрального парка Нью-Йорка. То есть, вы можете представить, что для винодельческого региона, в общем, это всего ничего. Тем не менее, сейчас это одни из самых-самых известных красных вин Испании, одни из самых лучших красных вин мира. И из испанских красных они одни из самых дорогих, что вы, наверное, могли заметить, если вы купили этот самый Приорат. То есть он намного, ну, в раз в два как минимум дороже средней статистической риохи, скажем так. Так, Приорат — очень интересный регион. Горы не очень высокие там, но очень крутые. И виноград растет на таких, как бы, ступеньках, выдолбленных в этих склонах гор. То есть такое террасное виноградарство. И самый главный мастхэв для любого винограда или винодела в Приорате — это, угадайте, что? Конечно, ослик либо мул. Потому что ни один трактор там не пройдет, а ослик пройдет. И, соответственно, все вручную. Сбор винограда вручную. На ослика все это погружается, все эти корзины. Бедные ослики на своем горбу все это тащат в винодельни. Все это очень сложно. Почва очень бедная органикой, каменистые, сланцы, на которых виноград растет естественным образом плохо. Урожайность очень низкая. Но зато ягоды получаются очень концентрированными, очень мощными в ароматике. То есть все как бы там у них так очень непросто. И за счет этого вина получаются классные и мощные. И за счет этого вина получаются дорогие. Сорта, да. В основном гарнача, он же гренаж — это самый главный сорт в Приорате. Вина в основном красная. В основном на основе сорта гарнача. Иногда к нему подмешивают еще коренье, на кайберное савиньон, свера, создают такие купажи. Ну, в общем, да. Действительно полнотелые и мощные вина. С пряностями, с ароматными травами в аромате. Но давайте, да, мы их попробуем. И потом я еще расскажу про петрикор. Это вот мое любимое слово. Прекрасно. Попробуем, точнее продегустируем. И поделимся впечатлениями о том, как вам, собственно, приорат. Ох. Хорошо, что мы с него начали. Вообще про приорат говорят, что это такая мощность нового света и при этом рафинированность ин бордо ему присуща. То есть он вроде и яркий, но очень элегантный вместе с тем. У меня очень много красных ягод в ароматике. Есть легкая дымность. Какие-то такие травы ароматные, знаете, с прохладным таким оттенком, типа эвкалипта, ментола, вот что-то такое. Такие вот масла эвкалиптовые, ментоловые. Но я тоже вот чувствую, что ему надо дать еще немного подышать. Очень сбалансированная во вкусе, несмотря на такую яркую кислотность. Очень бодрую. Тонины очень мягкие. И такое приятное, долгое послевкусие какой-то вишни с косточкой, вишневого компота. Что у вас? Расскажите. Что бы вы не почувствовали, что бы вы не сказали, не будет неправильного ответа, в общем-то. Поэтому, ну, вообще рецепторы очень субъективное дело у всех. Они по-своему работают. Поэтому не бойтесь делиться вашими впечатлениями. В любом случае они ценны и в любом случае они будут правильные. У меня приорат пахнет... У меня смесь Гренаж и, по-моему, Мерло. И он пахнет такой вишней в ликере. И после него такое послевкусие, как домашнего компота, очень вкусного, вишневого. И такая терпкость ощущается на языке. Очень вкусное вино. Да, тонины, действительно, терпкость — это тонины в вине. Действительно, тонины в приорате довольно интенсивные и довольно насыщенные за счет того, что много очень солнца в этом регионе. За счет этого в кожице винограда вырабатываются такие особые вещества, которые вот выливаются в тонины в вине, в общем-то. Есть такой специальный термин применительно... Точнее, термин был создан безотносительно к приорату, но его применяют для того, чтобы характеризовать одну из тех ноток, которые в приорате есть. Термин звучит так — петрикор. Петрикор — это такое понятие, которое выявили, сформулировали австралийские ученые в прошлом веке, в середине прошлого века. Они задались вопросом, чем же так приятно пахнет воздух на улице сразу после дождя. И они, значит, все изучили и поняли, что это смесь эфирных масел, которые выделяют различные растения, плюс запах бактерий, которые живут в почве и которые активизируются за счет влаги, под воздействием влаги. Короче говоря, эту штуку они называли петрикор... Этот запах они называли петрикор. И вот, когда говорят о винах приората, вот всегда как-то обсуждают. К тому, как применить на кризлингу, все говорят, есть бензольные ноты или нет, как применительно к приорату, есть ли там петрикор. Кстати, кажется, что мидболы будут не хуже сочетаться с приоратом, хотя, наверное, Марина задумывала мидболы главным образом по триберу, но мне кажется, что они с приоратом замечательно зайдут, и в первую очередь за счет вот этого тартара с мятой, потому что я говорила, что в приорате тоже вот есть, в винах приората есть вот эти оттенки пряных трав, и я вот, например, в своем вине почувствовала мяту эвкалипт, и мне кажется, по аналогии вот этот тартар с мятой, который там есть, он чудесно сработает тоже с приоратом. Все, скажем так, баранины замечательно сочетаются со всеми теми винами, в которых есть в ароматике оттенки каких-то пряных трав, и поэтому вот классическое сочетание баранина плюс вина из южной роны, потому что в винах из южной роны красных всегда там какой-то базилий, корегано, как раз вот эти вот все пряные травы. В приорате, да, это тоже может быть, и, кстати, в рибердендуэре тоже могут быть такие оттенки, но мы сейчас с вами на это посмотрим. Ну, друзья, я предлагаю, во-первых, вам понюхать еще раз вашу вина, потому что очень интересно всегда наблюдать за тем, как в бокале вино развивается, и как оно меняется в бокале. Это действительно происходит. Пожалуйста, ну, если у вас там, конечно, кухня вся еще не заполнена прекрасными запахами баранины, есть возможность что-то унюхать в вине, посмотрите, у меня, например, приорат мой стал гораздо более фруктовым. Ушла та, как бы, немножко такая рисковатая дымность, которая была в нем в начале, и пошли такие очень приятные, сладковатые компотные запахи, действительно, вот запахи такого вишневого компота, таких спелых красных ягод, такая, скажем, ягодная лукошка такая. Приорат, друзья мои, очень интересно то, что этот регион появился вообще на карте мирового виноделия относительно недавно, и вплоть до 80-х годов 20-го века про него практически никто ничего не знал, даже в самой Испании практически никто ничего про него не знал. В 90-е годы это уже одни из самых лучших красных вин Испании, в нулевые, это уже одни из лучших красных вин мира. И у Приората, как вот мы вначале говорили, что Приорат и Риоха — это единственные два региона в Испании, которым присвоена наивысшая категория в классификации испанских вин. ДОК — аббревиатура Denominación de Origen Qualificado. Это простят мое произношение, те, кто говорят по-испански. Вот, ну, в общем, ДОК — это высшая категория, она присвоена только Приорату и Риохе. Как это произошло? Произошло это благодаря буквально вот энтузиазму нескольких человек. Один из них родом из тех мест, родом из города Тарагона, который недалеко от Приората, зовут его Рене Барбье, это такой винодел, который учился во Франции, работал в Риохе, а потом решил обзавестись виноградником, скажем так, на родине и проверить, что там будет, в общем-то говоря, получаться у него в родных краях. Купил там землю, да еще и заманил туда нескольких друзей, которых он посчитал тоже вот очень талантливыми виноделами. И буквально вот группка людей, ну, группка из пяти человек, это Рене Барбье, это Альваро Паласиас, это Карлес Кастанеда, в общем, их очень, да, по-моему, пять их человек было, они сумели буквально за десятилетия совершить революцию в Приорате и создать действительно великие вина, о которых заговорил весь мир. Да, эти ребята и сейчас работают в Приорате, выпускают легендарные приоратские вина, и я просто вам хочу рассказать о них, если вдруг вы когда-нибудь вам доведется их попробовать, чтобы вы имели, или увидеть, чтобы вы имели в виду, что это прямо вот, конечно, очень-очень стоит, стоит на них обратить внимание. Но это очень дорогие вина. Вот тот самый Рене Барбье, который все это дело начал, Кло Могадор, его вино, его виноградник, его вино называется Кло Могадор, Харлис Пастрана, его Кло Делюбак, и Альваро Паласиас, пожалуй, такой самый попсовый приоратский виноделый, попсовый в хорошем смысле, в плане, что самый популярный, самый известный. У него есть Лермита, Лермита вино, дорогое, да, такой очень-очень как бы топовой линейки. Но попсовым он стал благодаря тому, что он выпускает еще много вин, более, скажем так, доступных, и не хуже, да, по качеству, ну, наверняка они там, наверное, менее сложные, но они, тем не менее, тоже-то же очень интересные, и стиль у них очень узнаваемый. Я просто вам хочу дать такой вот совет, если у вас будет возможность, потому что Лермита стоит там, ну, не знаю, ну, 300-400 евро, да, в зависимости от винтажа, от года урожая. Но Альваро Паласиас выпускает, например, Лес Террасис вино, да, легко запомнить, потому что терраса, террасная виноград растет на горных террасах. Так вот, Лес Террасис, например, уже стоит, там, может быть, 30-40 евро. Понятно, что это не то вино, скорее всего, которое ты будешь покупать и пить каждый день, но, тем не менее, там иногда можно себе позволить в особом случае, и это замечательный, такой более доступный вариант вина от действительно вот великого винодела современности, скажем так. Хорошо, давайте мы перейдем к нашему следующему вину, у кого бы, что бы это ни было, не хочется верить, что у кого-то есть Риберра Дальдуэра, есть однозначно у кого-то Риберра Дальдуэра, я уже поняла, хочется верить, что у многих. Девочки, у вас Риберра и Торо, кстати, будет очень интересно, потому что вообще Риберра и Торо — это регионы соседей, и у них очень похожая стилистика. Будет интересно послушать, вот как вы сравните, что вы скажете, что вам больше понравится, и чем они, на ваш взгляд, отличаются. Потому что Риберра и Торо — это два соседа и два собрата или сестры, не знаю, какого пола они, в общем, они похожи там. Торо, как второе имя, тоже замечательно зайдет. Итак, друзья, Риберра Дальдуэра. Знаете, как вот во многих странах есть такая конкуренция между двумя городами или регионами, например, там Москва и Питер, или Рим и Милан, или Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, к примеру, так в Испании конкуренция между Риберра Дальдуэра и Риохой. Потому что и тот, и другой регион делают прекрасные, высочайшего качества красные вина. Вина красные, вина из темпронилья и там, и там, да, но в Риберра Дальдуэра немножко другой фон темпронилья, он называется Тинто Фино. Но это, в общем-то говоря, тоже разновидность темпронилья, как и в Риохе. Но если Риоху, вина очень разные. Если Риоху мы любим за такую плавность линии, округлость форм, за такую какую-то мягкость, скажем так, да, Риоху в традиционном стиле, то Риберра Дальдуэра это такая мощь, темперальный характер. И если Риоха это такая гранд-дама в шляпке с вуалью и с веером, то Риберра Дальдуэра это такой гусар, наверное, в Испании не гусар, а кто там у них, кавальеру какой-нибудь испанский, который скачет на коне с саблей на голову. Это вот Риберра. Очень мощные вина, действительно, самые мощные вина Испании. И говорят даже, что на всех дегустациях, если вы попробовали Риберра, то нет смысла дегустировать что-либо еще, потому что, в общем-то, уже все, ваши рецепторы будут абсолютно заблокированы, парализованы этим вином. Но кто попробовал первое Риберра, на самом деле, если второе у вас Тора, то я думаю, что тоже ничего, потому что Тора очень-очень похож. Я про него еще скажу по слову тоже. Да, это север Испании, провинция Кастилья и Леон. Вдоль реки Дуэро виноградники. Сорта, да, как я говорила, Тинта Фина, это клон Темпронильо. Тинта Дель Паис, это тоже еще один клон Темпронильо, но в основном Тинта Фина. И да, это самый мощный из испанских вин, об этом я сказала. Черные ягоды, специи, дым, пряности, очень хорошая кислотность, очень мощные танины всегда есть в Рибере. Ой, давайте мы посмотрим. Сула этого момента, да. Нет, просто по сравнению с Приоратом, честно говоря, контраст разительный. Как хорошо, что Приорат у меня был на Аперитив, а Рибера, скажем так, на главное. По цвету они, кстати говоря, очень похожи, хотя у меня здесь не очень, наверное, светло. Но вообще Приорат чуть посветлее, так и должно быть. Горначо, он более такой красный, светлый, а Темпронильо, он всегда более пурпурный, более такой насыщенного цвета. И в ароматике Темпронильо — это основной испанский сорт винограда, который, в общем-то, по всей Испании распространен в разных, скажем так, вариациях, в разных клонах. Ну, вот Риоха делается именно на основе Темпронильо, сорта Темпронильо. Горначо — это тоже сорт винограда, тоже родом из Испании, из него делают другие вины в других регионах, например, в Наварио он распространен. В Риберде Дуэра тоже Темпронильо, да, в Приорате сорт номер один — это именно Горначо. В Риберде Дуэра это Темпронильо, но там его называют Тинтофино. Это вот к вопросу о том, сколько разных лиц и винограда Темпронильо. У него очень много клонов, много названий в Испании. Ну, так вот, да, если первое наше вино приоратское было скорее с красными ягодами, то здесь скорее черные ягоды с морозиной ежевика, здесь дыма больше, здесь специи каких-то больше, перец, может быть, какая-то вот кожа, да, наверное, кожа, да, что-то такое. Вот, ребята, расскажите, что у вас в ароматике, потому что, правда, очень насыщенная вина, можно долго про них говорить. Скажите. В ароматике это красные ягоды, ну, ванилы, да, то есть, наверное, он в американских бочках хранился. Ну, и medium boiled, вот все. Ну, очень кислая, на мой взгляд, очень кислая. Ягоды скорее, вот, как вы сказали, черные, чем красные. Да, да, да. Ну, возможно... Ванили, ванили очень много, и я деконтировала. Ваниль, вообще, ваниль в винах, это заслуга бочки, заслуга выдержки в бочке, причем, скорее всего, в американском дубе. Французский дуб дает, скорее, такие дымные оттенки, табак, кофе, шоколад, может быть. Американский дуб дает такие сладкие нотки, очень интенсивные нотки ванили. И, действительно, в Испании, в Испании вообще используют и тот, и другой дуб, но американский, в общем, да, в том числе, в некоторых регионах любят. Поэтому, возможно, да, там очень классный, насыщенный вкус у меня, во всяком случае. Я надеюсь, что у вас тоже такой прям без зубодробительных тонинов. Тонины очень зрелые, очень мягкие, приятно обволакивающие. Но при этом во рту действительно разливается какая-то вот прям корзина свежесобранной смородины. Очень круто. Мне вот очень нравится. Надеюсь, что и вам тоже. Еда Крибери. Действительно, да, баранина, как мы сказали, замечательно сочетается с винами Рибера Дель Дуэра. Если уж вдруг вы там на будущее решите что-то еще Крибери приготовить. Да, следующий вот. Соленые, насыщенные вкусы замечательно сочетаются вот с этой яркой фруктовостью, которая есть в винах Рибера Дель Дуэра. Хамон, да, замечательные испанские колбаски чоризо, баранина, ягненок, мясо на гриле, сыры соленые, но также томатный соус очень хорошо работает с винами из Рибера, и поэтому итальянская кухня, пицца, лазанья, спагетти болоньезе чудесно, и мексиканская, чили кон карни, бурритос, такос и так далее тоже хорошо зайдет. Мы вам потом разошлем эту презентацию, ее можно будет использовать в качестве такой домашней шпаргалки. В Рибера Дель Дуэра есть такие культовые, очень дорогие вина, одна из них это Вега Сицилия. Собственно говоря, с этой винодельни началась вся история региона Рибера Дель Дуэра. Они были пионерами, они одними из первых вообще начали там возделывать виноград больше 150 лет назад. И вот этот проект до сих пор живет, до сих пор делают вина, они легендарные, легендарные, они дорого стоят, опять же, несколько сотен фунтов или евро. Пингус — это самое дорогое вино Испании красное, около 1000 евро оно стоит в самой Испании в рознице. Ну, собственно, к чему я это все? Потому что есть более доступный вариант, который называется Хосиен де Монастерио, делает его тот же винодел, который делает Пингус, Питер Сисек его зовут. В общем, этот же товарищ делает более доступное вино под названием Хосиен де Монастерио. Что значит доступное? Опять же, это значит, что оно, конечно, не там 5 евро стоит, а стоит оно где-то 20-30, может быть, 40. Ну, хотя бы не тысячи, хотя бы. Но, во всяком случае, можно попробовать вино когда-нибудь от одного из таких самых крутых испанских виноделов. Я вам просто хотела еще сказать про Тора несколько слов. Если вдруг Хребер Дель Дуэра — это ваш регион, ваш вариант, и вам она очень понравилась и зашла, то действительно Тора — это то, на что стоит обратить внимание. Потому что они соседи, это тоже провинция Кастилья и Леон, они очень-очень рядышком, все очень похоже по стилю, это тот же сорт Темпронильо, только клон, опять же, который называется Тинба Дель Торо. Похожие климатические условия, все похоже, но Тора — это такое, его называют медвежий угол испанского виноделия. Он очень такой, нет там крупных городов, нет там туристических замечательностей, есть там глухие деревни, есть очень-очень старые виноградники. Но сейчас земли в Хребере стремительно заканчиваются, и виноделы, которые хотят делать вино в этом стиле, они начинают смотреть в сторону Торо. И уже очень многие известные виноделы прикупили себе там участки и начинают делать интересные-интересные вина, которые по стилистике на Риберу похожи. Но единственная проблема с Торо, сейчас пока это такой разброс по качеству, то есть есть крутые винодельческие проекты, есть не очень. В общем, в случае с Риберой, наверное, покупая Риберой Дель Дуэра, больше гарантии, что вино будет хорошим, неважно, какой производитель. В случае с Торо таких гарантий меньше. Но этому региону, между прочим, Роберт Паркер, известный американский винный критик, пророчит великое будущее и говорит, что к середине 21 века это будут величайшие красные вины Испании, из Торо. Так что запомните это слово. У нас там же Торо, и вот как раз-таки нам очень нравится эта терпкость. И, Люда, когда ты сказала про, мне кажется, вот первое, которое нужно было деконтировать, что есть какой-то запах такой мокрой земли, почему-то я его почувствовала именно в Торо. Естественно, нам не есть сравнивать, но вот мама говорит, что с бараниной было очень-очень круто. Было супер. С бараниной идеально. Торо или приорат первое? Торо. Торо. Круто. Спасибо за баранину. Просто отличная. Отличная рецепт. Спасибо. Чтобы было понятно. Просто, когда вы покупаете испанские вины, обратите внимание на эти аббревиатуры на этикетках ДО, ДОК, да. ДОК — это самая высшая категория, она относится только к риохе, точнее, этой категорией обладают только вины из риохи и приората, но есть еще более 70 регионов в Испании винодельческих, тоже с очень высокой категории, которая ДО, Динаминасион Деорихен. Вот, если на этикетке есть ДО, то это тоже всегда будет очень-очень качественное вино с очень строгим контролем над каждой стадией производства, да, то есть там государство контролирует все-все стадии, начиная от выращивания винограда. Торо — это тоже ДО, Торо, регион Торо законодательно закреплен как Динаминасион Деорихен, поэтому, если у вас Торо, наверняка ДО там будет на этикетке, Риберра Дель Дуэра это тоже ДО. Вот, в общем, да, обращайте внимание на эти аббревиатуры. Все, что ниже, ну, есть еще винодекаледатку на индикацион географика, вот это ВСИГ, да, как бы тоже неплохо все, иногда некоторые виноделы, которые хотят поэкспериментировать с какими-то технологиями, с новыми сортами и меньше зависеть там от контроля, они могут вот эту категорию для себя выбрать. Все, что ниже, это будет скорее, то есть они тоже будут, в общем, соответствовать всем стандартам и требованиям гигиеническим, но это будет просто столовое вино, от которого ждать какой-то сложности не приходится. Плюс в Торо фишка в том, что это очень старые виноградники, которым там больше сотни лет, в Риоху, например, в Риохе была филоксера, это эпидемия такой тли, которая в 19 веке сожрала кучу виноградников во всей Европе. Вот Риоха тоже от нее пострадала, а в Торо она не дошла, потому что там песчаные почвы, и в этих песчаных почвах эта тля, она вообще перемещается под землей и поедает корни, паразитирует на корнях лозы. Лиза так машет головой, как будто я какой-то триллер рассказываю, и эта страшная тля перемещается. И на дело, с кем, с чем еще нужно работать. Так вот, в песчаных почвах она не может перемещаться, в песке просто не может перемещаться, поэтому в Торо не было эпидемии эпилаксеры, и там очень старые лозы, чем страшно гордятся местные виноделы, и в общем, действительно, это круто, потому что старые лозы это насыщенность, это, естественно, низкая урожайность, это всякие новые интересные оттенки. Хотя бы немного... Про Навару, да, я просто скажу два слова. Покупайте, если вам попадется, попробуйте сортовой горначчо из Навары красный, да, Навара — это родина горначи, и сортовые вина не купажные, а именно сортовые стопроцентные горначи из Навары. Сейчас такой тренд, очень интересный, там делают вина из этого сорта, из сорта, который обычно, в общем-то, используется именно в купажах, очень редко, кто делает из горначи сортовые вина, которые при этом еще интересно получаются. Так, да, сортовые красные из горначи из Навары — это раз, и два, розе из Навары — это тоже другая классная фишка, потому что Навара исторически там делают розовые вина, много, хорошо, и очень серьезно к этому относятся, и одни из самых таких ярких и интересных испанских розе, они происходят именно из Навары, так что, если попадется, то тоже попробуйте. Вот. Так, ну на этом мы, наверное, завершим все-таки. Спасибо, друзья, что вы были с нами, я сейчас передам слово Лене для закругления, вот, Лену нас открывает и закругляет. Спасибо большое. Спасибо. Дегустация у нас будет посвящена, между прочим, северная Италия и, в частности, Пьемонта, очень интересная река. Вот, я вижу радостные. Здорово, что вы сегодня были с нами, чтобы подготовились, что вы готовили. Я всегда это говорю, я обожаю это говорить, ну, потому что я реально кайфую, когда я вижу людей, которые увлечены и действительно знают что-то новое. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте отметить колокольчик. Ну и, конечно, ребята, ваши комментарии и ваши вопросы тоже приветствуются. Мы будем очень рады!